Друзья, всем привет вновь! Мы в зале караоке и только что завершился день 11 главного события. 181 вход, 95 продолжат игру уже завтра, а всего у нас уже более 800 входов. В день 2 можно зайти, это последний шанс. Перед первой рукой, из-за этого общее количество входов мы узнаем только завтра. Давайте по традиции посмотрим, кто у нас чип-лидер каждых из столов. Тремзин Глеб Тио, у нас чип-лидер этого стола 105 тысяч фишек. И вот менеджер сразу вбивает все данные в эту программу. Тём, а как тебе раздавать на главном событии? Есть ли отличия в работе, если ты раздаешь в сайд-эвенте или на главном турнире? На главном турнире более напряженная игра. То есть люди понимают, что играют в главные события, где существенные бои, и более адекватная игра, более изящные блефы. То есть я больше предпочитаю работать на главном событии. Какую-нибудь аварию сегодня раздал? Аварию, да, была авария. Ну, классика, тузы в короли. Да, спасибо. Какие ещё раздачи у нас были? А стрит-флэш был, стрит-флэш был и нацевый фул хаос. То есть такие раздачи были. Помог индустрии покера ты? Кто у нас чип-лидер за этим столом? Чип-лидер у нас Александр Орлов, 154 тысячи 400. Пожалуйста, я сомневаюсь, что мы должны делать. Так, как у вас складывалось главное событие? Кто у нас чип-лидер? Эмин Мугулов. Чип-лидер этого сова. 146 тысяч 500 фишек. Как его вам раздавать на главном событии? Есть ли разница между мейном и сайд-эвентами в плане работы? Ну, особой разницы нет. Всё организовано очень хорошо. Хорошее руководство, приличный публика, игроки хорошие, довольно-таки дисциплинированные. Приятно работать. Все фишки, все пакеты собираются на одном столе. Идёт, оказывается, вторая проверка, такая дабл-чек, чтобы не было никаких недоразумений, чтобы все билетики положили внутрь пакетов, чтобы было общее количество. И по списку, по электронной регистрации с фактическим наличием этих пакетов. Алексей, а расскажи, как конкретно работает эта программа, и в чём её главные преимущества? Забивается здесь по столам, то есть вот столы. Есть игроки, если их нужно пересадить, пересаживаешь. Всё электронно, всё мобильно, всё у тебя рядом, под рукой. А есть ли возможность какой-то ошибки? Ошибки всегда возможны. То есть человеческий фактор, конечно, влияет. Но я вижу, здесь есть аватарки людей. То есть, если даже что-то не так, ты можешь сравнить, кто... Либо по билетам, которые лежат у них на столах. На столах, да. Можно сравнить. А ждали вы такого количества входов в главное событие? Всё-таки, когда перед... Я думал, что будет меньше 800. Спасибо. И, кстати, на этой серии есть прикольные новые кнопки Баттона. Вот такой дилер Покер Старс. Они раньше были всегда треугольные, но в этот раз у нас новая, красивая очень партия. И по традиции, через 10 минут мы узнаем общее количество входов, более точные данные. Посмотрим, кто чип-лидер. Будет очень интересно. И завтра продолжим. Это главное событие EPT Open в Сочи. Итак, мы получили последние данные. По итогам дня 1С чип-лидером является Георгий Агагабаев. И у него 159 200 фишек. Также у нас есть уже полный чип-каунт с полным редро. 363 человека прошли в день-два. Это еще не считая тех, которые вступят завтра перед днем. Общим чип-лидером является Андрей Андреев. У него 381 400 фишек. На втором месте Анатолий Филоненко 299 400. И тройку призеров замыкает Роман Новоселов. У него 271 200 фишек. Также в данный момент сейчас продолжается турнир по 260 УЕ. Было 254 входа. И 53 продолжают борьбу. Но только 31 окажется в призах. Победитель же заберет 12 370 УЕ. День-два главного события EPT Open в Сочи продолжится завтра ровно в 12.00.